Вы, как и я, наверняка обожаете сериалы, а сейчас их бесчетное количество, и чтобы разобраться, что смотреть стоит, а что нет, Михаил с канала Сериальный Жмых специально для вас раскладывает все по полочкам, и все это приправлено отличным чувством юмора. А самое, на мой взгляд, интересное, это короткие пересказы сериалов, для тех, кто хочет освежить память или просто быть в теме. Так что заходим на его канал и подписываемся. Интернет опять рвет от отзывов, Человек-паук лучший фильм Марвел, что Новый Паук самый лучший, и я вот опять не совсем с этим согласен. Всем привет, меня зовут Илья Бунин, сегодня я расскажу вам о новом фильме, посоветую, кому лучше его смотреть, и объясню, почему Новый Паук хуже старого. Погнали! Человек-паук. Возвращение домой – это второй перезапуск франшизы и 16-й фильм в рамках киновселенной Марвел. Формально лента считается фильмом Сони, но снималась она силами киностудии Марвел, потому что ребята между собой смогли договориться. Правда, права на Человека-паука все равно остаются у Сони. Режиссером стал американец Джон Уотс, который ранее ставил фильмы «Полицейская тачка» и «Клоун». Производственный бюджет картины составил 175 миллионов долларов. Скажу честно, Новый фильм о Человеке-пауке я ждал с интересом, так как с детства проникся этим супергероем. Думаю, многие из вас, так же, как и я, в детстве залипали за бомбическим мультсериалом 90-х, за ставкой музыки которого никогда из памяти не выветрятся. Поэтому, когда в начале нулевых, наконец, вышел полнометражный фильм с Тоби Магуайром, я в него просто влюбился. Во-первых, лента Сэма Рэйми стала первым полноценным воплощением любимого персонажа на большом экране. Во-вторых, вся трилогия была очень качественной, а масштабные фильмы про известных персонажей комиксов тогда выходили раз в несколько лет. Да и то дело обычно ограничивалось Бэтменом и Суперменом. Ну и в-третьих, я тогда еще был подростком, так что теперь эти фильмы покрылись налетом приятной ностальгии, которая делает их еще лучше. С диалогией Марка Уэбба все сложилось иначе. Перезапуск вышел в то время, когда супергеройские фильмы вошли в тренд благодаря сами знаете кому. В 2012 году конвейер Марвел раскрутился на полную катушку. Рынок стал стремительно насыщаться сольниками про толпу супергероев, которые периодически устраивали мега эпичный дискач в объединяющих фильмах. На фоне такого карнавала Новый Человек-паук с Гарфилдом показался мне крайне неубедительным. Неплохим, но абсолютно ненужным фильмом. Но вторая его часть была просто херовой солянкой. Фанаты Спайди еще не успели забыть ламповую трилогию Рэйми и Тоби Магуайра, а всех остальных больше интересовало формирование команды Мстителей. В конце концов провал перезапуска признали и сами Соники, которые свернули серию и пошли договариваться с Марвел о совместном фильме. Его действие разворачивается сразу по окончанию сюжета «Гражданки». После незабываемой тусовки в компании Мстителей, Питер Паркер вынужден вернуться к жизни простого школьника. В свободное время он надевает свой костюм и мечтает о серьезном испытании, которое вскоре находит. Лично я считаю, что новые реалии Питера Паркера стали одновременно и главным достоинством, и главным недостатком сюжета. Тут как посмотреть. Думаю, многим поклонникам Старого Человека-паука этот Питер Паркер может прийти с ней по вкусу. Тут дело вот в чем. Все мы с детства привыкли, что Человек-паук – единственный могущественный супергерой в своем мире. Да, в комиксах он регулярно тусовался с теми же Мстителями, но в нашей стране персонаж стал популярен благодаря полнометражным фильмам. Там он всегда был самодостаточным и независимым героем, который осознавал свою исключительность и учился лишь на собственном опыте. А для простых граждан он был блюстителем порядка, рок-звездой и последней надеждой. Все в одном флаконе. С этой недели Питер Паркер переселился в мир, где есть целые супергеройские организации, а людей не удивишь ни железным миллиардерам, ни зеленым чудовищем, ни мифическим богам из параллельного измерения. Человек-паук больше не исключителен, и его никто не воспринимает всерьез. Более того, из порывистого максималиста с непростой судьбой он превратился в пацана, который млеет при виде логотипа Мстителей. Здесь Питер действует с оглядкой на Тони Старка, который играет в папку, ну или в дядю Бена, кому как больше нравится. Старк грозит паучку пальчиком и вытаскивает его из жопы, когда совсем припрет. Фильм сам всячески подчеркивает это даже через костюм, который называют то ползунками, то ходунками. С другой стороны, новые реалии стали главной сюжетной фишкой и сильно освежили персонажа. Если раньше Питер балансировал между обычной жизнью и супергеройской, то теперь он пытается усидеть сразу на трех стульях. Как подросток он пытается определить дальнейший жизненный путь и не огорчить тетю Мэй, а когда надевает костюм, он жаждет влиться в состав Мстителей и в то же время хочет сохранить свою независимость и супергеройскую индивидуальность. Лично я воспринял все эти метаморфозы спокойно, без восторга, но и без негатива. На мой взгляд, фильм не столько про героя, сколько для героя. Marvel сделали типичную, но качественную подводку для дальнейшего использования персонажа в рамках киновселенной. Думаю, в следующих фильмах нам подробнее раскроют его прошлое, может даже покажут момент укуса паука или смерть дяди, которые в этот раз остались за кадром. Ну а пока паучок просто осваивается в новом террариуме. По сценарию можно долго рассусоливать о плюсах и минусах, так что скажу основное. Мне очень понравился злодей-стервятник. Здесь, конечно, большая заслуга харизматичного Майкла Китона, но о нем позже. Что касается персонажа, впервые за долгое время мы получили в качестве антагониста живого человека, а не какую-то абстрактную, бездушную и суперэпичную хрень вроде Альтрона. Стервятник прост как три копейки, и в этом его плюс. Он не хочет захватить мир и убить всех человеков. Наоборот, он сам человек, а потому у него есть семья, кредиты, ипотека и насущные потребности. И вот вроде замутил хороший бизнес, а тут приходит влиятельный дядя и говорит, «Теперь я здесь главный». «Пошел ты нахер, козел!» У него понятные мотивы, импонирующий характер жесткого мужика и охренительно мощный костюм. А еще с ним связан единственный по-настоящему крутой сюжетный твист, но это уже спойлеры. Также к плюсам можно отнести юмор, но здесь на вкус и цвет. По-настоящему смешные ситуативные разговорные шутки не часто, но все же проскакивают. А в остальное время вас ждет не очень смешной, но и ненапряжный подростковый стеб, который зачастую сводится к неуклюжим фейлам Человека-паука. В общем и целом, сценарий оставляет приятное впечатление. Если не считать стандартные жанровые условности и пару шаблонных ходов, то цепляться особо не хочется. Разве что второстепенные персонажи мне не понравились. Идея омоложения тети Мэй меня не напрягает. Теперь в отношении Питера она выступает не как мудрая бабушка-божий одуванчик, а больше как старшая сестра и подруга. Но вот зачем было делать из нее какую-то жаркую мамку из Бразерс, я не совсем понял. Серьезно, в фильме на нее все мужики смотрят таким взглядом, типа «О да, я б твоей тетей чай-то попил бы». Вы хотите меня? Да, мам, хочу. Ну а сверстники Паркера – это вообще сплошной картонный интернационал в лучших традициях современного Диснея. Друг – азиат, подружка – афроамериканка, индус – задира, латиносы – одноклассники. Блин, завезли всех, а вот прописать как следует – забыли. Особенно выделяется в этом плане объект вожделения Питера. Вот смотришь на эту шоколадную барби с бездонными глазами, и так и хочется спросить. Здрасте, а Мэри Джейн выйдет? Ну или хотя бы Гвен Стейси, я не знаю. На фоне любимых персонажей в исполнении Эммы Стоун и Керстен Данст, эта пустышка ну вообще никак не смотрится. А вот в части режиссура и визуального ряда мне понравилось все. Те, кого напрягал графон в трейлерах, успокойтесь, в фильме все как надо. За спецэффекты здесь отвечала студия Industrial Light & Magic, за плечами которой Терминатор 2, Пираты, Аватар и дальше по списку. Приятно удивил режиссер Джон Уоттс, который раньше никогда не работал в крупных проектах. Несмотря на это, ему удалась как повествовательная часть, так и экшен. Присущей супергеройским фильмам эпичности здесь почти нет, и это отлично. Я думаю, вы уже тоже подустали смотреть на то, как одни и те же герои год за годом превращают в руины одни и те же города. Здесь все иначе. Человек-паук большую часть времени носится по каким-то складам, подворотням и пригородным районам, а экшен напичкан мелкими стычками в ограниченном пространстве. Даже стандартных прыжков между небоскребами не ждите, их тут почти нет, но вся эта местечковость фильму вовсе не вредит. Хотя классических пролетов на паутине между небоскребами мне лично не хватало. А вообще он приятно удивляет большим количеством натурных съемок и наличием крутых декораций. Например, самая масштабная сцена с разваливающимся паромом, это вовсе не голимый графон, как можно подумать. Сцены, где паром еще цел, снимались на действующем пароме. А вот для сцены с разломом построили часть судна в натуральную величину. Ее заранее создавали из двух частей, каждая из которых весила 95 тонн. По размерам декорация равнялась четверти настоящего парома и имела 20 метров в ширину, 14 в высоту и 30 метров в длину. Каждую половину устанавливали на гидравлические платформы, чтобы в нужный момент развести их и влить между ними 150 кубометров воды. Строили всю эту красоту более пяти месяцев. В общем, запарились как надо. Молодцы ребята. Реализма добавил и Том Холланд, который еще на этапе кастинга поразил всех своими гимнастическими способностями. По словам режиссера, многие трюки и акробатические элементы актер выполнял самостоятельно. Хорошая физическая форма и смелый подход вызывали уважение даже у команды каскадеров, чего уж про меня говорить. Но про ложку дегтя не могу не сказать. Трюки, акробатика, риск для здоровья – это конечно респект. Но вот актерская игра Тома Холланда мне нравилась далеко не всегда. В целом было неплохо, и наверное его Человек-паук по образу и типажу мне все же понравился больше, чем Паука Эндрю Гарфилда. Но вот в эмоциональном плане Холланд иногда не дожимал. Не знаю, может опыта еще не хватает или он просто не тянет. Но если сравнивать чисто актерское мастерство, то и Магуайр, и Гарфилд на экране всегда смотрелись гораздо живее. Так что здесь, безусловно, гвоздь программы – это вовсе не Том Холланд, а его визави – Майкл Китон. По сути, сцен с ним не так уж и много, да и раскрытие у персонажа на коротенький абзац. Но харизма и мощная подача актера с первых кадров внушают. Вот я почти уверен, что если бы Стервятника играл менее выразительно актер, то злодей мог бы получиться пресным и скучным. Ну а по остальным актерам сказать особо нечего. Роберта Дауни здесь минут на пять, зато в конце любителей Железного Человека ждет небольшой сюрприз. Мариса Томей и Джон Фавро хороши, но их в кадре тоже почти нет. Кстати, Джон Фавро, мужик, который играл охранника Старка, это никто иной, как режиссер первых двух Железных Человеков и последней книги джунглей. Очень уважаемый дядька. Ну а все эти школьные друзья Питера Паркера не оставляют после себя никаких воспоминаний. Не бесят и на том спасибо. А в следующий раз, будьте так добры, завезите Питеру нормальный бэкстейдж вместо этих КВНщиков из Университета Дружбы Народов. А теперь я отвечу на главный вопрос. Почему же Старый Паук с Тоби лучше нового? И мой ответ прост. Все дело в том, что первый фильм был гораздо душевнее и самобытнее. Я не поленился и пересмотрел его на днях, да буду оставериться, что дело не в том, что раньше трава была зеленее, не в ностальгических воспоминаниях, а в нечто большем. Мой вывод складывается из многих составляющих, но ключевые детали кроются в эмоциональном взаимодействии героев. Питер Паркер не решался подъехать к Мэри Джейну, в результате чего возник и любовный треугольник с Гарри Осборном. И Питеру пришлось мириться с этим, потому что тот его друг. Такой же интересный эмоциональный треугольник возник и между Паркером, Гарри и его отцом Зеленым Гоблином. Когда Норман Осборну нравился ум Паркера, а своего сына Гарри он не замечал. Плюс до кучи Паркер не знал, что тот еще и Зеленый Гоблин. Проблемы в отношениях возникли и в семье, недопонимания с тетей Мэей и дядей Беном. И все это происходит с выраженными нравственными и моральными терзаниями Питера, когда он не знает, как поступить лучше. Отпустить ли вора, чтобы наказать ублюдка, который не выплатил тебе деньги за бой? Как пережить смерть близкого, когда ты сам отчасти в ней виноват? Стоит ли подкатывать к девушке, в которую влюблен с детства, зная, что друг подкатил чуть раньше? И в конце концов, стоит ли говорить Мэри, что ты ее любишь в ответ, если подвергнешь тем самым ее жизнь огромному риску? Все это мы переживали вместе с героем. Все эти взаимоотношения порождали сильный интерес, потому что любое из принятых решений Паркера было достаточно спорным. И то, как он выпутается из ситуации, держало в интересе сильнее, чем этот гротескный экшен с пластиковым гоблином, который сейчас смотрится несколько нелепо. Плюс, малое количество юмора, крепкая драма и очень сильная актерская игра со стороны всего каста добавляли старому пауку реализма. Мне не очень нравится Тоби Магуайр внешне, и я считаю, что по типажу его выбор был достаточно спорным решением, ровно как и Кирстен Данст. Ну и само собой поначалу режет глаз то, что эти ребята играют школьников, хотя на вид им по тридцатке. Но, есть большое но. Тут дело в актерской игре. Ребята очень живо играют, что Тоби, что Кирстен, и восприятие их как 30 леток проходит уже после третьей сцены. И ты проникаешься всеми этими жизненными дилеммами и живой актерской игрой. Да и в конце-то концов, все мы помним Шурика Гайдая. Актер там тоже выглядел не студентом, а 30-летним мужиком, но играл-то очень хорошо. Многим Тоби не нравится, потому что он ноет все время. Но опять же, пересмотрев фильм, я не могу сказать, что он нытик. Просто нерешительный, романтичный, добрый парниша. И все нытье в фильме уместно. Гарфилд же тоже прекрасно играл, но и в образ хипстера с поставленными лаком волосами немного отталкивал. В общем, подводя итоги, я хочу сказать, что такой сильной эмоциональной и отношенческой составляющей нет ни в Пауке с Гарфилдом, и нет в Пауке с Холландом. И нет такой сильной актерской игры. Ну, может, за исключением Китона. Всем этим и берет Старый Паук. Не ностальгией, а простотой и душевностью. Более того, я бы сказал, что это один из лучших супергеройских фильмов. В общем, Новый Паук – это нормальный, рафинированный, тщательно выверенный фильм для подростков, который точно не лучше Старых Стоби. Это фильм, сделанный по золотым стандартам Марвел, которому не подкопаешься. Но лично мне возвращение домой показалось ненужным, что ли. Поймите меня правильно. Да, многие отдельные элементы мне прям понравились. Та же локальная миссия – это круто. Мне нравится, что Паук не спасает мир, а то у меня все эти спаситель миров уже вот тут. Но эмоционально фильм практически вообще не цепляет. Более того, мне кажется, что через неделю я его вообще забуду. Потому что каких-то супер запоминающихся сцен здесь нет. Это просто очередной качественный продукт Марвел, который просто вписывает Паука в Марвел киновселенную. Паук перестал быть самобытным. Короче, если вам лет так до 18, то фильм, скорее всего, очень понравится. Но если вы хорошо помните трилогию с Магуайром, и вам далеко так за 20, как мне, то вы просто посмотрите очередной, безусловно, качественный фильм, который, скорее всего, у вас не вызовет особых эмоций. Просто обычный попкорн. И, ребят, я стараюсь объективно оценивать фильмы, чтобы у вас не было завышенных ожиданий. Потому что, на мой взгляд, хуже дерьмового фильма могут быть только ваши завышенные ожидания перед его просмотром. Вы такие приходите на Паука, потому что все сказали, что это самый лучший фильм о Пауке. Марвел смогли сделать невероятное. А тут бац, и просто нормальный фильм. И вы чувствуете себя немного разочарованным. У меня все. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Туда я публикую свои короткие мнения о премьерах сразу после выхода из кинотеатра. Мнение о Пауке я там запостил еще в четверг. Так что подписывайтесь. Ссылка в описании. Ну и, как говорится, с большой аудиторией приходит большая ответственность. До скорого. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok